Добрый день! Хотелось бы поговорить о примерах автоматизации работы с заявками на базе платформы SharePoint 2013 стандарта. Для начала посмотрим, каким образом у нас изменилась архитектура рабочих процессов в новой версии SharePoint. Если мы видим, что в предыдущей версии, в SharePoint Service 2010, движок рабочих процессов у нас находился внутри самого SharePoint сервиса, то есть выполнялся в контексте заданий таймера SharePoint, в контексте его основных процессов, что приводило к большим нагрузкам в случае пиковых запросов пользователя. То есть когда большое количество рабочих процессов стартовало в одно и то же время, мы могли наблюдать различного рода сбои, связанные именно с тем, что при больших нагрузках этот движок отрабатывал не всегда корректно. В SharePoint Server 2013 появляется новая платформа рабочих процессов, которая вынесена вне фермы SharePoint Server, что предоставляет нам совершенно качественно новые возможности по масштабированию, по увеличению нагрузки на платформу рабочих процессов. То есть она теперь у нас масштабируется независимо от серверов SharePoint Server и может использоваться, в принципе, одновременно несколькими фермами SharePoint. По-прежнему движок рабочих процессов SharePoint 2010 у нас никуда не делся. Он также есть внутри, он также работает в контексте SharePoint Server 2013 и доступен для использования для разработки рабочих процессов. Помимо этого хочется подчеркнуть, что такая версия, как SharePoint Foundation, которая раньше в 2010 версии обладала абсолютно тем же функционалом рабочих процессов, что и взрослый, что и в версии стандарт Enterprise, то теперь, к сожалению, в SharePoint Foundation 2013 у нас доступна только платформа рабочих процессов SharePoint 2010. Вот для того, чтобы воспользоваться всеми прелестями новой платформы рабочих процессов, вам потребуется закупать как минимум версию SharePoint Server стандарт. Какие основные новшества есть, основные вкусности? Основной здесь Stages. Теперь все рабочие процессы SharePoint Server 2013, они полностью декларативные, и появляется такой функционал, как Stady. То есть теперь мы при помощи SharePoint Designer можем реализовывать полноценные рабочие процессы модели конечный автомат, которые раньше были доступны для разработки только из Visual Studio. Также у нас добавляется стандартная функциональность в коробку, это циклы For While, и также большое количество различных новых активностей, и различных новых вкусностей. В частности, например, улучшено настройки отправки имейл-оповещений. То есть раньше была такая проблема, что если нам нужно сделать последовательную отправку имейл-оповещений, то есть в течение некого количества времени, допустим, задача, назначенная пользователю, просрочена, он должен получать оповещение в момент просрочки, затем через сутки, затем через неделю, через три и так далее. То есть вот это было реализовано достаточно проблематично. Сейчас это коробочный, это встроенный функционал при назначении задач пользователя. Давайте посмотрим, каким образом мы можем использовать новые рабочие процессы при автоматизации и обработке различных заявок. Посмотрим это мы на примеры простейшей заявки в службу технической поддержки. Я перехожу на виртуальный сервис, где у меня развернула SharePoint сервис 2013. Мы здесь видим, что у нас создан список заявки в техническую поддержку. Пользователь у нас может создать элемент. Мы видим, количество полей у него достаточно ограничено, но они все являются обязательностью. Категория проблемы. В демо нашем примере у нас всего три проблемы. Это проблема с оборудованием, с 1С и некая неизвестная проблема. В реальности вы можете эти категории добавлять значительно больше. Также, поскольку у нас сейчас вынесено достаточно много в клиентскую модель, вы при помощи JavaScript можете писать различные свои кастомные типы полей, которые вам позволят, в зависимости от того, какую категорию проблемы выберет пользователь, предоставлять ему различный функционал, то есть предоставлять ему различные поля для заполнения заявок. Это выходит за рамки нашей текущей демонстрации, поэтому мы это не посмотрим. Итак, создаем заявку. Категория проблем пусть будет проблема с оборудованием. Пишем в описании проблемы. Непонятная проблема. Проблема. Компьютер не включается. Вставляем здесь неизвестная проблема. Требуемый срок решения, когда нам нужно решить, например, 29 до 15 часов. Сохраняем. Мы видим, у нас проблема без названия. Появилась наша заявка. Обновляем страничку. Видим, у меня стартовал рабочий процесс, автоматически прикрученный. Название появилось, то есть ID 12. Состояние заявки в работе. И сотрудник ответственный за заявку. При желании мы отсюда можем сразу с ним связаться, уточнить, что у нас случилось, почему, как скоро он это сделает, то есть подергать. На самом деле это делать рекомендуется. Открываем заявку. Можем посмотреть, что здесь на форуме. Видим, здесь уже полей достаточно больше. Название, состояние заявки в работе, категория проблемы, наше описание требует срок решения и ответственны по заявке. Пробуем что-то изменить. Мы видим, что у нас здесь поля практически недоступны. Можем комментарий какой-то дать. Иногда идут искры из блока питания. Сохраним нашу заявку. Давайте посмотрим, как это видит человек со стороны техподдержки. У нас есть отдельный список задач службы техподдержки, в котором у меня создается вот такая вот заявка. Заявка 12, неизвестная проблема, срок завтра. Кому назначено? Ну, в настройке рабочего процесса, как правило, мы прописываем, что сотруднику техподдержки в тот момент, когда ему назначена заявка, приходит email-оповещение. Давайте посмотрим, как это есть. У него есть заявка. Ага, дата начала. Описание. У пользователя-администратора возникла проблема. Непонятная проблема, компьютер не включается. Связанный элемент, то есть он отсюда сразу может в любой момент посмотреть и увидеть, какой комментарий был дан. Вернемся назад. Изменить элемент. То есть в состоянии задачи можно дать комментарий к заявке. Итак, проблема явно с оборудованием требуется замена компонентов. Решение вне моей зоны компетенции. Моей зоны ответственности. То есть даем такой комментарий и выбираем пункт. Вот у него есть кнопочки. Кнопочки у меня создаются на SP-странице. Требуется предназначить задачу. Мы видим, что моя заявка ушла. Смотрим, что происходит здесь. Ага. Теперь мы видим, что статус заявки у нас теперь идет смена ответственного. Посмотрим заявки в работе. Приостановлена ответственный администратор. Давайте посмотрим, что у нас теперь есть. Мы видим, что статус заявки приостановлено. Комментарий в связи с ожиданием смены ответственного. И сотрудник такой-то добавил комментарий. То есть то, что сотрудник техподдержки отметил свои задачи, у нас подтянулось в основную форму заявок. То есть мы так видим все наши комментарии. Смотрим, что у нас появляется в задачах. Мы видим, что администратор назначена задача. То есть в данном случае администратор – это то сотрудник, который решает вопросы делегирования задач. Запрос смены ответственного для заявки. Он открывает, точно так же смотрит. Изменяет элемент. И говорит итог для смены ответственного. Сменить ответственного. Новый ответственный. Новая ответственность пусть будет у нас Иван Иванов. Обратите внимание на новый контрол, который у нас выбирает пользователь. По тим буквам, которые мы в него ввели. Иван Иванов. Состояние задачи завершено. Сохранить. Итак, мы видим, заявка ушла отсюда. От администратора ее больше нет. И появилась задача, назначенная на Ивана Иванова со сроком завтра. Посмотрим, что происходит в основной заявке. Вот мы видим, что пользователь там сменил ответственного по заявке на СПС Ивана И. Состояние заявки в работе. Так, заявки службы техподдержки. Смотрим, ага, у нас Иван Иванов все открыл. Изменяет свой элемент. Посмотрел задачу, комментарии. И дает комментарии и заявке. Заменен блок питания в связи с технической неисправностью. Утвержден. То есть, заявка у нас завершена. Заявка ушла. Смотрим заявки в техподдержку. Видим, что заявка ушла из представления заявки в работе. И теперь она доступна только через все элементы. Смотрим здесь. Неизвестная проблема. Стадия обработки результатов. Вот мы видим. Закрыто. Дата закрытия заявки. 28.12.2012. С комментарием. Заменен блок питания в связи с технической неисправностью. Ну все, на этом наш рабочий процесс завершен. Давайте посмотрим, как это реализуется. То есть, каким образом мы можем сделать такой достаточно простой рабочий процесс. Прежде всего, какие компоненты у нас здесь будут. Это типы контента сайта. То есть, мы создаем тип контента сайта. Задача для заявки в IT-поддержку. То есть, это тот элемент, который нам позволит пользователям создавать заявки в случае техподдержки. Конечно, мы можем это сделать без типа контента. Мы можем непосредственно в списке докидать необходимое нам количество столбцов. То есть, переходим в заявки в техподдержку. Список. Параметры списка. И вот сюда создать столбец. Ну, это неудобно в данном случае, с той точки зрения, что если у нас этим типом контента будут пользоваться на нескольких, скажем, сайтах, то мы лишимся возможности централизованного управления. То есть, мы в данном случае, если мы создаем тип контента, мы можем непосредственно из него изменять столбцы типа контента и применять изменения. Далее. Перед тем, как мы создадим типы контента, мы создаем набор столбцов сайта. То есть, мы видим здесь у нас уже заранее созданные столбцы. Это дата закрытия заявки с типом даты и время, категория проблемы. Ну, параметры состава можно посмотреть. Да, вот мы отсюда выбираем. Проблемы с оборудованием, с 1С, неизвестная проблема. То есть, если что-то у меня еще добавляет, мы можем добавлять также отсюда. Комментарии к закрытию, комментарии к заявке, описание проблемы, то, что вводит пользователь, ответственный по заявке, состояние заявки и требуемый срок решения. То есть, вот эти столбцы мы создали, затем переходим в заявку в IT-поддержку и через пункт «Добавить в существующий столбец сайта» добавляем необходимые нам столбцы. Аналогичным образом мы создаем типы контента сайта для задач службы техподдержки. То есть, если мы посмотрим список, параметры списка, мы увидим, что у нас есть два типа контента основных. Это задача для заявки технической поддержки и запрос смены ответственного. Ну, также есть контент по умолчанию. Это задача рабочего процесса SharePoint 2013. Вот, смотрим, да. То есть, чтобы добавить столбец, мы просто добавим существующий столбец сайта, кликаем «Ок». Дальше. Что хотелось бы сказать по типам контента для заявки техподдержки. Обратите внимание, когда я создаю этот тип контента... «Типы контента», «Создание». Вот здесь вот я выбираю родительский тип контента. Обязательно. Вот это очень такой обязательный момент. Категория «Типы контента списка». В «Родительский тип контента» задача рабочего процесса SharePoint 2013. Вот это обязательно должен быть родительский тип контента. Первое, чтобы мы могли нормально работать с этими задачами из рабочего процесса. Вот. И второй момент, на который обязательно нужно обратить внимание, это наличие столбца с типом «Результат задачи». То есть, именно по столбцу с этим типом у нас рабочий процесс SharePoint Design 2013 получает информацию о том, как бы, как, что же сделал пользователь, как эта задача завершена. Вот обратите внимание, если мы посмотрим в столбцах сайта, то у меня есть, у нас создан отдельный столбец «Итог для смены ответственного», который имеет два варианта. То есть, сменить ответственного или отклонить. Ну и, соответственно, также вывод, да, то есть, что пользователь может поставить. После того, как мы эти типы контента создали, вот они у нас есть, задача для заявки техподдержки, запрос «Смена ответственного», заявка в «Ит». Мы создаем списки. То есть, точно так же из SharePoint Designer мы создаем список SharePoint. С типом настраиваем список. Тестовые заявки. Вообще, вот я сейчас сделал неправильно. То есть, вот таким вот образом мы не должны создавать списки, мы его давайте сразу удалим. Когда вы создаете список SharePoint, вы обязательно должны ему задавать изначально латинское имя. Такое вот, например, «TestRequest». Это сделано для того, чтобы в строке браузера адрес списка отображался нормально латинскими буквами, понятными, не абракадаброй. «TestRequest» есть. Ну, вот мы его создали, затем мы его всегда можем переименовать. Переходим в него. Тестовые заявки. И затем, чтобы мы к нему могли применить наш тип контента, мы говорим, ставим пункт «Разрешить управление типами контента», после чего добавляем наш тип контента, то есть, заявка в IT. «Нужный тип контента добавили», после чего мы можем удалить стандартные папка. «Элемент» «Удалить». Ну, также можем сделать версионность. Создавать версию при каждом редактировании документа. Отличные изменения сохранены. Также отсюда мы можем сделать представление списка. Давайте посмотрим, что у меня получилось с созданием списка. «Управление заявками». Вот у нас появился отдельный список «Тестовые заявки», в котором у меня сразу отображают все формы. Вот мне здесь нужно будет сделать один момент. По умолчанию название – это всегда обязательно столбец, поэтому я говорю «Измите столбцы для данного списка». «Название», «Параметры стопсов». И вот здесь обязательно ставить пустые значения, то есть, чтобы пользователь сразу название не задавал. А потом возникает хороший вопрос. Каким образом мы добились того, что в тестовых заявках у меня тот же вроде тип «Контент», но отображается форма SharePoint. А в настроенном уже списке заявки «Техподдержка» у меня создается такая вот форма, в которой минимум полей. Все очень просто. В данном решении я применял формы InfoPass 2013. Но вот здесь, к сожалению, хочется констатировать, что технология InfoPass, судя по всему, она умирающая. Почему? Потому что в InfoPass 2013 каких-то дополнительных изменений, какого-то развития по сравнению с InfoPass 2013 нет. Отсюда можно сделать вид, что InfoPass, вообще технология, поддержка ее в SharePoint, оставлена именно для поддержания обратной совместимости. И какого-то нового, что-то капитально нового, от этой технологии ждать не стоит. Упор делается на то, что все страницы сейчас у нас только ASP. То есть, если раньше мы могли, допустим, переопределять страницу запуска рабочего процесса в InfoPass, то теперь это только ASP. Ну, поскольку технология хоть и отмирающая, но она имеет место быть в SharePoint, давайте посмотрим, как мы можем настраивать эти формы. Итак, я в списке тестовой заявки. Кликаю «Разработка формы в InfoPass». Ну, вот он мне показывает доступный тип контента. Заявка в IT. И вот отсюда я выбираю. То есть, видите, название я могу удалить. Оставляю категорию «Проблема», описание требуемых строков решения. Все остальное я удаляю. Удалить строки. Ну, обратите внимание, то здесь я могу удавать, как бы, ну, настраивать свои поля. Например, раскрываю список свойства. Значение обязательно. Варианты. Которые подтягиваются, да, у нас. Размер. Какой-то дополнительный формат, всплывающий по сказку. Не забудьте выбрать категорию «Проблемы». Окей. Теперь я сохраняю эту форму. Создаю для нее отдельную папку. То есть, я это делаю локально. Назову ее «Тестовые заявки». Перехожу в эту папку. Назову ее «New form». Сохраняю. Затем я опубликую эту форму при помощи вот этой кнопки «Быстрая публикация». Происходит загрузка и сообщение, что шаблон формы успешно опубликован. Окей. Давайте посмотрим теперь, как у меня, что изменилось. Тестовые заявки. Создать элемент. Обратить внимание. И какая надпись идет. Не забудьте выбрать категорию «Проблемы». То есть, при наведении. То есть, сюда я могу давать четкую информацию по сказке по поводу, что он как должен делать. Неизвестная проблема. Тестовое описание. И требуемый срок решения. Требуемый срок решения. Пускай будет у нас воскресенье 30 декабря сохранить. Но, обратите внимание, теперь у меня и форма просмотра, и форма редактирования точно такая же, как и новая форма. Мне это не устраивает. Что я делаю для того, чтобы переопределить вот эти формы редактирования так же? Я перехожу в раздел «Все файлы», «Списки», «Листс», и нахожу список «Тест-рекуэст», «Тестовые заявки». Обратите внимание, появится такая вот папочка «Заявка в IT». Не туда я перешел сейчас, секундочку. «Тест-рекуэст», «Заявка в IT». Обратите внимание, у меня вот три инфопасных формы. «Дисплей», «Edit», «EFS», и «New». Я копирую свой шаблон, переменовываю его в «New». Затем правлю файлик «New» и «Fs.aspx». То есть мы видим, в любом случае у меня для отображения используется не страничка, не инфопас форма, а ASP-страница, на которой у меня добавляется веб-часть форм инфопас. Ну вот смотрю настройки веб-части форм, вот он раздел «VPNS0», «Браузер форм веб-арт», и вижу ссылку, то есть «Form Location», «Template.xsn», и у меня его на «New.xsn». То есть скармливаю этой веб-части свою новую форму. Что я делаю дальше? У меня есть «New.form», я открываю его «Fapass», и теперь добавляю следующий параметр. То есть для примера, строку сверху, сверху, и добавляю туда поле названия. Так, названия, свойства, ставлю только для чтения. То есть вы его могли только читать. Описание проблемы, то же самое, ставлю только для чтения. Категория проблемы, изменяя вариант управления, элемент управления, чтобы он был формой надписи, тоже ставлю для чтения. Вот, аналогично формы для даты и времени, то есть ставлю параметры только для чтения. Затем добавляю форму, которую можно изменять, строки снизу, пусть это у меня будет комментарий к заявке. Я сохраняю его под новым именем, «Сохранить как» и назову его «Edit.form». «Сохранить». Затем публикую. «Тестовые заявки», попробую создать элемент. Обратите внимание, у меня сейчас две формы, то есть «New», которая у меня осталась, и автоматически добавлен темплейт. Теперь мне это нужно будет настроить. Я перехожу в настройки списка, и вот здесь вот настройка списка, вот эта кнопочка «Изменить веб-части формы». Кликаю на нее и выбираю «Форма создания заявки в IT». Вижу, у меня две веб-части формы «Infopass», удаляю верхнюю, мне она не нужна. Окей, «Остановить изменения». И точно так же я настраиваю форму редактирования. Но здесь вот у меня она одна, потому что она пока использует темплейт. Ну, дальше я аналогичным образом перехожу в «iTestRequests». Закрываю страничку, все файлы, «Lists», «TestRequests», «Заявка в IT». И вот вижу у меня редактирование формы «Edit.IFS». Оно у меня точно так же ссылается на темплейт. Я перехожу в заявку в «iT», копирую свой текущий шаблон. Видимо, он у нас изменен позже. Обновить. Да, 34. Правый клик, «Ctrl-C», «Ctrl-V», «F2». Переименовываю шаблон в «Edit». И меня «EditFS» на ту же самую ссылку на шаблон. «Сохранить». Вот точно так же, если мне необходимо для формы просмотра сделать еще какую-то дополнительную формочку, которая будет отличаться с полями, я повторяю точно такой же порядок действий, который у меня был только что для «New» и для «Edit Form». Итак, форму мы с вами сделали. Давайте посмотрим, как у нас разрабатывается рабочий процесс. Итак, у меня восстановился, я перезапустил SharePoint дизайнер после его падения. И давайте посмотрим, как у меня разработан рабочий процесс для обработки заявок в техподдержку. То есть я перехожу в рабочие процессы, вижу свой рабочий процесс, обработка заявок в техподдержку. Делаю «Зменить рабочий процесс». По умолчанию он у меня находится в текстовом редакторе. Обратите внимание, вот здесь вот идут стадии. Первая стадия – начало работы. Она у меня создается по умолчанию. То есть я когда создаю новый рабочий процесс, рабочий процесс списка тестовой заявки, «Демо», да, его назовем «Демо ворк флоу». Типа платформы обязательно SharePoint D13 выбираю, окей. Мы видим, вот у нас вот такая вот первая стадия есть. Я ее потом могу переименовать, скажем, «Начало работы». Точно так же здесь она у меня была переименована. Обработка заявок в техподдержку. Я обновляю, добавляю Activity, обновить элемент в текущий элемент. И обратим внимание, то есть параметры названия выставляю. Он у меня генерирует, добавляет ID-шник, слэш, категория проблемы. И состояние заявки переименовывает в работе. После чего у меня второе действие – это переход к стадии, назначение задачи. То есть демо ворк флоу, если я добавлю новую стадию, у меня вот здесь будут действия. Перейти к стадии, либо стадии 2, либо конец рабочего процесса. Что происходит дальше? Дальше происходит следующее. У меня происходит проверка значения поля. IsRespChanged – это булевое поле, которое у меня проверяет, был ли сменен ответственный. То есть если ответственный путем административных каких-то действий был сменен, это у меня определяется на следующем шаге смены ответственного. Вот здесь вот. Вот мы видим, выставляем значение IsRespChanged – да. То есть если ответственный был принудительно сменен, то у меня задача назначается тому, кто выставлен в поле ответственный по заявке. Если же нет, то идет следующая логика. Мы вот здесь в зависимости от того, к какой категории относится наша проблема, мы назначаем ответственных задач. То есть мы видим, есть ли проблема с оборудованием, выставляем ответственного по заявке Иван Иванов. Затем назначаем задачу, выбираем здесь участника, название задачи, заявка и постановка на текущий элемент названия. Редактор текста. Можем открыть. Возникла проблема. Время, например, можем добавить, да, время создания заявки. Добавить и изменить постановку, текущий элемент. Текущий элемент – это не задача, с которой мы работаем, это тот элемент списка, для которого был запущен наш рабочий процесс. Время создания. Находим поле «Созданно». Как строка. Ок. Ок. Дата выполнения – то же самое. Мы его берем из текущего элемента, требуемый срок выполнения. Параметры задачи. Если осталась вот эта галочка «Дождаться завершения задачи», то до тех пор, пока задача не будет завершена, рабочий процесс у нас будет... Итак, если у нас ставит пункт «Дождаться завершения задачи», то рабочий процесс не продолжится до тех пор, пока эта задача не будет завершена. Ну и здесь мы указываем связанный элемент, то есть с чем мы связываем. Ну, по умолчанию, это текущий элемент списка. Раздел «Параметры электронной почты» позволяет мне определить, каким образом будет высловаться оповещение. То есть оповещать, отправить сообщение о просрочных задачах, текст сообщения, частота ежедневно, сколько раз, количество повторов и так далее. Дальше создание задачи, что происходит как в тот момент, когда у меня задача создана. И крайний пункт «Параметры результата». То есть здесь мы выбираем тип содержимого задачи. То есть по умолчанию это задача рабочего процесса SharePoint 2013. Ну вот мы выбираем заявку для задачи технической поддержки. Поле результата. То есть отсюда мы выбираем в типе контента то поле, которое имеет тип результат задачи. И какой результат будет использоваться по умолчанию. Окей. Ну логично мы видим, что задачи созданы для других случаев. То есть проблема 1С. И иначе, то есть во всех других случаях задача переназначается на другого человека. Обратите внимание, у НИА при создании задачи сразу инициализируются две переменных. Это результат. Численные переменные, которые задерживают число. И идентификатор задачи. То есть TaskID это переменная содержит GUID задачи, которая у нас была создана. Ну вот мы видим, задачи созданы. После того, как они отработали, включается логика перехода к стадии. То есть если пользователь выбрал, требуется корректировка, то происходит переход к стадии смены ответственного. Иначе, то есть во всех остальных случаях, к обработке результата. Давайте разберем стадию смены ответственного. Мы обновляем текущий элемент. Ответственный по заявке. Состояние заявки. Комментарий к заоткрытию. Комментарий к заявке. Обратите внимание, как формируется комментарий к заявке. То есть мы берем состояние уже текущего поля. Комментарий, чтобы они не потерялись. Добавляем тег HR. Для того, чтобы мы могли использовать теги, мы должны убедиться, что тип поля, многострочный текст, у меня имеет значение расширенный форматируемый текст. То есть только в этом случае мы сможем нормально работать с HTML тегами. И затем сотрудник. Вот здесь вот постановка. Обратите, смотрите, какая она. То есть источник, связь, список задач. То есть мы находим элемент из связанного списка задач. Поле из источника. Как мы отображаем поле. И каким образом мы находим задачу. То есть каким образом у меня SharePoint определяет, что это именно та задача, которая нужна. По полю идентификатор GUID, которая у меня равно параметре переменного рабочего процесса, переменная task1. Как строка. Затем происходит назначение задачи администратору. Точно так же, то есть ее информация о результате будет записываться в переменный результат 2. Идентификатор task1.id2. Обновляем текущий элемент. Ставим флаг, что ответственный был изменен. И затем увидим, что если у меня ответственный был сменен, то у меня берется ответственный по заявке. Вот здесь вот у меня для типа контента запрос смены ответственной есть такой столбец. Новый ответственный. То есть сотрудник в форме новой ответственности, в форме задачи, в поле новой ответственности загоняет того человека, который меня будет за мной отвечать на задачу. То есть он оттуда подтаскивается, а встанет заявки в работе. И иначе обновить текущий элемент. Если иначе, то мы берем ответственный по заявке из предыдущего. Обратите внимание, вот здесь вот как идет. Гуи-тасказин. То есть у нас задача возвращается на предыдущий цикл в любом случае. То есть если у меня он был изменен, то у меня назначает задача ответственного по заявке. В случае, как бы после того, как человек все-таки задачу отработал, происходит переход на стадию смены ответственной. Мы видим, обновляем элемент, текущий элемент, встание заявки. А, я не туда, вот она. Если переменный результат один утвержден, то заявка у меня, соответственно, закрыта. Если отклонен, то закрыта. И после чего уже переходим к стадии рабочего процесса. То есть мы видим вот такой вот циклический рабочий процесс, в котором у меня сотрудники могут на самом деле достаточно долго передавать задачи друг к другу. При этом все логи, вся информация о том, кто, кому, когда передал, она у меня пишется в комментариях к заявке. Также у меня есть несколько представлений, например, представление визуального конструктора. Давайте перейдем к нему и посмотрим, как он выглядит. Такой вот масштаб. Давайте по ширине страницы сделаем. Обратите внимание, у меня первая стадия. Обновить элемент в список. Завершение. Переходит она у нас на стадию 2. Происходит логика. И обратите внимание, к нему идет назад стрелка. То есть вот это вот возврат из стадии смены ответственного. То есть такой вот представленный рабочий процесс, к которому мы при необходимости можем добавлять какие-то элементы. То есть условия, действия и так далее. Видимо, достаточно все. Хорошо. Ну и вот основная форма, в которой обратите внимание, то есть какие моменты у нас есть. Можем изменить списки и определять параметры. Разрешить запуск этого рабочего процесса вручную, при создании элемента или при изменении. Такой достаточно несложный процесс создания циклических рабочих процессов для автоматизации процесса обработки заявок. Вот наши контакты. Обращайтесь. Давайте поможем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...